Канал «Сказано» приветствует вас! Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко «Украина после Богдана». После неоднократных шуточек-прибауточек с фейковыми заявлениями об отставке и нескольких фальстартов Андрей Богдан наконец уволен с должности главы президентского офиса Зеленского. На его место назначен Андрей Ермак. Эта перестановка немедленно вызвала массу слухов и необоснованных надежд. Часть наблюдателей утверждает, что замена Богдана на Ермака является полной и окончательной победой Сороса над Коломойским. Другая часть, руководствуясь слухами о прекрасных отношениях Ермака и Козака, который в администрации президента Путина отвечает в том числе и за украинское направление, ждет резкого потепления в российско-украинских отношениях. Особые оптимисты в Киеве и пессимисты в Москве доожидались до скорой сдачи Донбасса в обмен на доброе отношение Киева. Попробуем разобраться, насколько все это возможно. Ермак действительно почти не замечен в конфликтах с представителями гнезда Сороса в украинской власти. Но до сих пор он конфликтовал с Богданом, поскольку боролся с ним за власть. Теперь место Богдана он получил, а его властные возможности будут ограничиваться именно соросовским правительством Гончарука. Так что конфликт Ермака с Гончаруком более чем ожидаем. Это не их личный конфликт, он заложен в саму структуру украинской власти с ее двумя центрами. Аппарат президента всегда конфликтовал и будет конфликтовать с Кабмином, поскольку их полномочия пересекаются, а взаимоотношения точно не определены и выстраиваются в зависимости от личных отношений президента и премьера. Не амбициозный Азаров с готовностью подчинялся Януковичу, а Ехануров также беспрекословно выполнял пожелания Ющенко. А Тимошенко с тем же Ющенко конфликтовала. Марчук и Лазаренко конфликтовали с Кучмой. А Пустовойтенко служил тому же Кучме не за страх, а за совесть. Таким образом, назначение Ермака действительно поражение Коломойского. Зеленский убрал от себя его человека. Но это никак не победа Сороса. Кстати, уволить врага Трампа и Америки Богдана требовал от Зеленского Джулиани в прошлом году. Джулиани – адвокат Трампа, а Трамп – враг Сороса. Так что увольнение Богдана при желании можно прочесть и как победу Трампа над Соросом. На самом деле, Ермак, судя по всему, действительно сумел понравиться Зеленскому. Что далеко не лучшим образом характеризует интеллектуальные качества последнего. Слухи о желании Зеленского назначить своего фаворита главой офиса ходили давно. Видимо, Ермак рвался в начальники. Это его желание и неспособность Зеленского ему противостоять как раз и свидетельствуют о непонимании обеими сути проблемы. Дело в том, что будучи президентским фаворитом и имея статус помощника, обеспечивающий свободный доступ к главе государства, Ермак и так мог решать любые вопросы. Ни один сотрудник президентской администрации не обладает самостоятельными властными полномочиями, только делегированными в рамках полномочий президента. Таким образом, принимая предложение Ермака и отказывая в поддержке Богдану, Зеленский автоматически показывал всем, кто истинный хозяин положения. Теперь же Ермаку, помимо обхаживания Зеленского, придется решать массу технических проблем, связанных с работой возглавленного им ведомства, которые раньше висели на Богдане. У него, банально, будет меньше времени для решения вопросов. Возникнут противоречия с людьми, которые раньше ничего против него не имели. Его начнут подставлять. И не факт, что через некоторое время Зеленский от него не устанет и не избавится. Сам же Зеленский должен был понимать, что даже не имея такого желания, увольняя Богдана, он бьет по Коломойскому. И друзья, и недруги Игоря Валерьевича мгновенно сложат 2 и 2 и скажут, что Коломойский настолько утратил влияние на президента, что не смог даже своего человека на должности главы офиса удержать. Между тем, и в политике, и в бизнесе не так важно, сколько у тебя власти, влияния и денег на самом деле. Как важно, что об этом думают твои союзники и конкуренты. Ибо именно на базе мнения, а не реальности, они выстраивают с тобой отношения. По сути, повышение Ермака не имело никакого смысла и принесло ему самому и назначившему его Зеленскому только вред и новые проблемы. Теперь обратимся к вопросу российско-украинских отношений. Я не знаю, насколько хороши личные отношения Ермака и Козака. Возможно, они даже любят друг друга как братья. Но отношения двух государств не зависят от личных отношений двух чиновников, даже очень высокопоставленных. То есть, хорошие отношения и взаимопонимание не мешают, когда есть о чем договариваться. Но они не могут помочь, когда позиции на переговорах диаметрально противоположны. Напомню, что голосовавшие за Зеленского граждане Украины, да и многие матерые российские эксперты и журналисты, связывали с его избранием большие надежды на потепление российско-украинских отношений. Года не прошло, а все они вынуждены признать, что Зеленский является вторым изданием Порошенко, дополненным и ухудшенным. Но ведь и сам Петр Алексеевич в момент восхождения на украинское президентство не был националистом. Жадным барыгой был, а националистом нет. И позиционировался он как президент мира. И с российским послом Михаилом Зурабовым демонстративно дружил. И, будучи президентом, продолжал с ним приватно встречаться. Подальше от людских глаз и американских прослушек. Сильно это помогло. Власть на Украине принадлежит консорциуму олигархов и национал-радикалов. После 2014 года Украинская олигархическая республика превратилась в национал-олигархическую диктатуру. Как бы различные альянсы олигархов и национал-радикалов не боролись друг с другом и даже с Соросом, власть они никому добровольно не отдадут. Не для того они ее вооруженным путем захватывали. Русофобия и ориентация на Запад являются базовой идеологией этой власти. Война в Донбассе для нее не только кормушка, но и средства мобилизации сторонников европейского выбора, а их уже более половины наличного населения страны, для отражения внешней угрозы. Потеря власти будет означать для большинства рядовых и начальных сторонников Майдана угрозу потери свободы, а возможно и жизни. Никто не даст им гарантию, что новая власть не захочет им отомстить за все их преступления. Хотя бы для того, чтобы удовлетворить население. Зеленского даже президентом избрали в надежде, что он посадит Порошенко. В этих условиях какой-то Ермак как-то сможет повлиять на российско-украинские отношения, так он уже несколько месяцев президентский фаворит, чего же не повлиял. Украина была, есть и будет кладбищем карьер не только американских, но и российских чиновников, которые ею занимаются. Люди дальновидные с этого направления бегут как от огня. Вести переговоры с украинским руководством – все равно, что убеждать крота не рыть норы. Или читать рыбкам гупи лекции по классической немецкой философии. Единственная нормальная тактика в отношении нынешнего Киева – ждать удобного момента, когда эта политико-географическое недоразумение можно будет ликвидировать или помочь ему самоликвидироваться, попутно извлекая из данного процесса дивиденды для себя. Украинские руководители врали и будут врать всем – нам, американцам, европейцам, китайцам, всем, кто с ними будет контактировать. Врать и изворачиваться. Причем врать и изворачиваться тупо, без выдумки, даже не понимая, что все их местечковые хитрости лежат на поверхности. Никакие перестановки кроватей в этом борделе не изменят его сути. Дальше будет только хуже. Фактически уже сейчас все дискуссии об Украине сведены к тому, будет ли этот ужас длиться без конца или все же ужасный конец когда-нибудь наступит. Так что замена главы украинского президентского офиса вызовет не больше изменений, чем переименование администрации президента в офис в начале правления Зеленского. Взрослые мальчики играют в политику. Сказал бы, не надо им мешать, но, к сожалению, надо, ибо они часто переходят к игре в войну. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.